Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну, погоди. Проснешься, я с тобой поговорю. Подъем! Блин. Красивенька, подъем была команда. И ты еще совсем зеленый Весна на сердце, каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонке с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Товарищ майор, курсанты после утренней пробежки построены Отставить Значит так Возможно, некоторые из вас Не до конца понимают всей важности Курса молодого бойца Но в полном объеме это возможно понять Только на войне Не дай бог, конечно Но, собственно, поэтому мы с вами И постигаем военное искусство Чтобы остальные граждане России Могли жить спокойно Так мы поступили не в военное училище А в институт военных искусств Равняльное шишечное отделение Так, я не понял Кому здесь смешно? Веселиться мы будем все В конце четвертого курса На выпускном А пока мисс для веселья Я не вижу никакого повода Показатели по физподготовке У всех слабые За исключением тех, кто служил Это надо бы отметить Я сейчас кому-то отмечу Только повод будет грустный Все, кто служил Обязаны подтянуть Всех остальных до своего уровня Ясно, младший сержант? Так точно Ну вот и славно А сейчас всем привести себя в порядок Разойдись! И все-таки, мужики Как говорили древние алкоголики Я требую продолжения банкета Какого банкета? Ну, который нам в тот день Полярник обломал Гончар, чего тебе не имется? Ну, как говорит мой батя Душа горит, пивка хочет А изучили еще тебе Пивным голубем с горящим хвостом Вылететь не хочется? Ну, я же не собираюсь гулять по плацу Мы тихонько В лесу, под деревом По пять капель шваркнем И в люлю А, мужики? Я за А я против Слушай, Прохоров Я сейчас окончательно разочарую В танковых войсках Вначале в своих войсках разберись Нет, Серег Залететь действительно не хочется Как нас тогда полярник взял? Как пацанов На равном месте А теперь местность пересеченная Потому что у дяди Гончара Есть гениальный план Что за план? Колись Прикинь, броня А у кадетов-то тоже уши есть Так вот, я тебе и говорю Тогда было замкнутое пространство Ну, с пузырем особо не развернешься А тут... А тут, в довесок полярнику, еще и война И оба в режиме особого внимания Да ладно Полярнику сейчас не до нас Он молодняком занимается А войну мы сделаем на раз Отвечаю Интересно как? О, еще как интересно Ты слышал историю про мужика Который орал, что у него пожар Про какого мужика? Так, понятно Слушай В общем, фиг я узнает Где и когда жил один мужик Вот Так вот он однажды, значит Прибегает к соседям и орет Типа, пожар, дом горит Ну, соседи с ведрами к нему А там никакого пожара нет Ты что, не слышал, что ли, про этот развод? Я тебе говорю, нет Так, короче, мужик прибегает на второй день к соседям Опять разводит их А на третий у него реально загорелся дом И никто не купился на этот развод И дом сгорел к ядре Ты что, не понял, что ли? Понял Понял То есть в первый раз нас отпустили Во второй раз нас тоже отпустят А в третий раз сдадут с потрохами И полетели с тобой из училища Кверху задницы Да дурак ты Хватит и двух раз Мы, это, мы сначала усыпим бдительность войны А там хлоп, и мы в дамках Брага, доверься мне, и все будет путем О, Шулик Привет, Зим, можно тебя на секундочку? Привет, привет, мужики Анатоль Можно попросить тебя, как младший сержант, младшего сержанта? Угу Ты же всех на КПП знаешь? Ну да Ну, нам бы вот с другом попить водички Поможешь нам? Нет, брат, я этим не занимаюсь Толик Толик, ты меня неправильно понял Речь идет исключительно о березовом соке Чего? Ну, песню такую слышал, как Родина щедро поила меня березовым соком Ты что, серьезно? Да Ты разводишь меня, что ли? Нафига вам березовый сок? Ну, пить хочется Толик Вот здесь хватит и на березовый сок И тебе на сигареты с конфетками Поможешь? Ну ладно, не вопрос Спасибо Бывайте Привет, Оль Привет, Анжела Падай, мне еще минуту нужно Ну что за книга? Учебник по криминалистике Это нужно, чтобы с этим уродом разобраться? Это нужно, чтобы поступить в юридическую академию Времени совсем нет Я тебя, наверное, напрягаю Напряжение мать учения, так что не парься Итак, давай думать, что мы имеем У нас есть парень, бахнутый на всю голову Как в переносном, так и в прямом смысле Слушай, Оль, ты думаешь, что я могла его того убить? Анжела, я думаю, что в состоянии его здоровья Нам надо удостовериться лично, так что поехали Куда? Как куда? В гости к твоему другу? Он мне не друг Так Анжела, давай с тобой договоримся Чувство юмора не покидает нас ни на минуту Иначе наши юные лица раньше времени пронзят морщины озабоченности Жизнь прекрасна, веселей, подруга Где находится это логово развратной грязи? Я не помню В смысле? Улица какая? Название? Я не знаю Ну, я не посмотрела Туда же он меня привел И я ей внимания не обратила По памяти найдешь? Постараюсь Понятно, паспорт давай Так у меня же его паспорт Его паспорт давай, там прописка с адресом Точно, Оля, ты гений Я не гений Я только учусь Так Похоже, что влезет Никуда не денется А дальше что? А дальше все зависит от шоу О, легок на помине Здорово взем Заказ выполнен Спасибо Конфеты купил? Купил немного Молодец Слушай, а тебя по дороге начальство не запеленговало? Обижаешь Жаль Не понял Ладно, не грузись, тебе не надо понимать Ну, еще раз спасибо Будь здоров Счастливо Оставаться Слышь, Гончак А? А нафига нужно, чтобы нас начальство запеленговало? Эх, Жека Нифига ты не тактик И даже не стратег Ладно Потом поймешь Пошли? Ну, пошли Ну что? Знакомый пейзаж? Угу Это он, точно Да, да, вон подъезд А вон окна на четвертом этаже Ну, видишь, как все просто оказалось Ну, все, я пошла в гости Как это? Подожди А вдруг он догадается? О чем догадается, Анжела? Мне просто надо убедиться в его состоянии, вот и все А кем ты представишься? Ну, каким? Сантехником, разумеется Все, с Богом Норма, Суховлин Норма Ну, еще секунду Перебор, курсант Норматив не сдан Ну что, Печка Писался? Писался Да, теперь на персональные результаты будет всем наплевать Будут брать результат всей роты и выставлять нас на круг Ну, вот и за школьников и влетим У них результаты вообще никакие Да, школьники-то это понятно Как бы нас из-за армейцев на круг не пустили С какого это? У них показатели, будь здоров А я не про показатели А про что? Что-то они мутят Залететь пытаются Залететь? Как это? Они хотели поступление обмыть А я видел, как Шулик им выпивку принес Реально, что ли? А, нет, приснилось мне Подставят они всех В том числе и нас Ну да, теперь нас точно на кукан посадят Полярник сказал, что теперь за персональные грехи Будут всю роту гонять Что будем делать? Ну что, что, не стучать же теперь на них Да, не стучать, это точно Норматив не сдан, Красильников У тебя худший результат Я знаю Странно Но был одним из лучших Ладно Потом поговорим Свободен Есть Товарищ капитан Да ничего странного Вы же знаете Рожденный ползать летать не может Сам-то давно летать научился Голубь Давай взвод строй Есть Летун Соришь Ну что там? Да ничего Дверь никто не открыл Так что Либо его нет дома Либо есть, но Блин Спокойно Спокойно Поспешные выводы делать рано Тем более у меня там на площадке Вообще никто дверь не открыл Такое ощущение, что все соседи вымерли Даже поговорить не с кем Зачем тебе с кем-то разговаривать? Анжела Разговоры Это важнейшая составляющая Следственных действий Иногда даже единственная Так что поверь мне Если человек хоть краем уху Что-нибудь услышал Он тебе может целый роман наговорить Главное потом Отделить факты о доме Ой Похоже соседи возвращаются Анжела Сиди, никуда не дергайся Поняла? Здравствуйте Скажите, пожалуйста А вы в третьем подъезде живете? В третьем? Следователь по особо важным делам Куршакова А что случилось-то, дочка? Меня интересует квартира На четвертом этаже А что это вас Моя квартира интересует? Нет Я думаю, вряд ли ваша Скорее всего, ваших соседей Вас, простите, как зовут? Вера Сергеевна Ага Очень приятно Вера Сергеевна, скажите Вы знакомы с жителями квартиры Номер 54? Ну, допустим Только я ни на кого наговаривать не буду Я вам расскажу А завтра меня в подъезде грохнут Когда я с пенсией возвращаться буду Кто грохнет? Неважно Так, понятно Вера Сергеевна Вы можете, конечно, ничего не рассказывать Ваше дело Но мы хотели от Рубепа премию Выписать тому, кто поможет следствию Тьфу ты Я ж про следствие-то забыла Это ж другое дело Это ж официальное Значит так В 54-й квартире Живет Володька Бабник Жуть Так, а вы его когда последний раз видели? Так, вчера я видела Я так думаю, ему кто-то навалял У него башка была раперезная Значит, живой Чего? Ничего, скажите, он здесь часто появляется? Да когда как Ему же квартира-то от бабки досталась в наследство Так вот, у него, когда очередная пассия-то заводится Так они здесь живут Ну, только долго-то они у него и не задерживаются Ну, все ясно Спасибо большое, Вера Сергеевна Вы нам очень помогли Я вас единственное очень прошу Никому о разговоре ни слова, хорошо? Не волнуйтесь, не волнуйтесь Ага Ну Так это, гражданин следователь Вот премия-то, вы говорили, будет Будет? Будет Обязательно будет Ага Всего доброго Всего доброго ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Четыре Не понял Что случилось, Красильников? Ничего Причина? Рук, что ли, потянул? Нет, я просто больше не могу, и все А слушай, парень Ты же в прошлый раз нормально подтягивался Это было случайно Так, ладно Потом поговорим Встать в строй Есть Следующая пара Крас, что случилось-то? Ничего не случилось Дим, ты чекосишь, что ли? Ты нам скажи, ну, может, мы тебе поможем Ну, реально, ну, честно Не надо мне помогать Встаньте Вот так вот? Ну, ладно ПОСПОКОЙСЯ 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 Жив твой маньяк Слава Богу Значит так, у нас есть два варианта Либо ждать его здесь, в Дадуренье Либо пройтись по местам его боевой славы А где это? Сначала надо зайти в кафе, где вы познакомились Нет, я туда не пойду Пойдешь Так переодеться надо Пошли Мужики, а что это вы тут? Тебя забыли спросить А вдруг война зайдет? А что это вдруг? Обязательно зайдет Да нафига вам эти подставы? Слушай, товарищ перепечка Ты куда шел? На построение Ну вот и иди На построение Мужики, а та свой найдет Ну, наконец-то Ну что, Брагин? Сараз! О, пыняки Ну что, бойцы С залетом у вас Нам меню не надо Мы так закажем Нам два кофе Как в кинофильме Место встречи Изменить нельзя Кофе, пожалуйста Мы у вас долго сидеть будем Анжела, ты Володьцу увидишь? Да что, даже не посмотрела Так смотри Слушай, Оля Я что-то плохо вижу А можно я очки сниму? Конечно, сними Если не боишься Что он тебя узнает Вон он Который? А, нет, слушай Прости, показалось Анжела, расслабься Оля, а почему ты мне помогаешь? По дружбе Друзья моего молодого человека Мои друзья Ну, а Степка с Илюхой Они с училища еще дружат Ты разве не знаешь? Серьезно? Надо тебя просветить Так, не понял Какой еще сок? Березовый, товарищ майор Фреш Какой фреш, Гончар? Ты что, меня за идиота держишь? Я же вас всех насквозь Без рентгена вижу Да вы попробуйте Да вы попробуйте, товарищ майор А смысл? Да нет, никакого смысла Просто пить захотелось А что, нельзя? Ладно На вечернюю поверку А, так еще же пять минут Так, Гончар Ну-ка, тумбочку к осмотру Баночку сюда Че уставился, кадет? Мужики А что это было? А это то, чему в кадетке не учат И это только первая серия Ну, продолжение следует? Оля А у Перепетчика есть девушка? Была Ругались вроде Я о подробностях не знаю Еще кофе Знаете, молодой человек Мы, наверное, что-нибудь другое закажем Неужели? Представьте себе Два чая, зеленых Без сахара Может быть, сразу шесть, а не два Молодой человек Вы нам будете носить столько чая Сколько мы будем заказывать Уверены? Если бы вы сейчас видели Мою подругу без платка и очков Вы бы поняли, что она может купить Не только весь ваш чай Но и вашу кафе Ну, если вы, конечно, смотрите телевизор Увы Ну, в смысле, легко Чай с жасмином? Естественно Войдите Разрешите, товарищ майор Входи Курсант-перепечка Что тебе курсант? А можно немобильный на пять минут? Перепечка Мы же договорились Что мобильными здесь пользуемся минимально Только в экстренных случаях У меня экстренный случай Да Позволь узнать, какой Экстренный Не, ну это мы уже слышали Погоди, погоди, капитан Это как-то связано с твоей подругой, перепечка? Так точно Ладно, Василий Кириллович Дай ты ему этот мобильный телефон А то его подруга опять перескачет Слезами здесь все зальет Ладно, как скажете Алло, Анжел Привет Это я, Степа Да Ну что, как у вас там дела? Все нормально Мы тут с Ольгой в кино Место встречи ведем слежку Ну, в общем, все нормально Спасибо тебе большое Да не за что Анжела, ты нас демаскируешь Ну, ладно, Степа Я тебе перезвоню, пока Ну, прости, я больше не буду Ваш счет, пожалуйста Спасибо Потом расплатишься В другой раз По-моему, твой Вовик Сегодня не планировал сюда заходить Странно Он сюда два дня подряд приходил Вроде как постоянный клиент Да странно то, что он сам не ищет встречи с тобой Почему? Хотя бы потому, что его паспорт у тебя А может, он еще не знает, что у меня его паспорт Это вряд ли Слушай, Оль, а ведь он может узнать мою прописку по паспорту и приехать ко мне домой Нет, Анжела, вот это уж точно вряд ли Вижу только один выход Опять наведаться к нему в гости Ну, только завтра Сегодня еще к экзамену готовится тебе, кстати, тоже Пошли? Пошли Подожди секунду Пардон Это вам Извините, а можно вопрос? Не, я вас слышу Ну, ваша подруга, она кто? Я что-то, знаете, не смог ее узнать Да ладно На менясь! Отставить! Ну, как тут погода, Шулик? Отличный, товарищ капитан Почему не на трассировке? Так, почти закончили, прибираемся Ну-ну Сырников, у тебя же отец военный Так точно Он тебе, небось, рассказывал про трассировку? Так точно рассказывал, товарищ капитан Он еще рассказывал про то, как бордюры белили и траву красили в армии Ну, это когда было Сейчас это ремесло позабыто, а зря Да, Красильников? Что-то в этом было Целая наука Этакое вмешательство человека в силы природы Природа не может за один час сделать траву зеленой А человек может Красильников Ты чего такой, серьезно? Так ведь серьезными делами занимаемся, товарищ капитан Вдруг война? А у нас трассировка не окончена А если кровать не по линии встать, так вообще можно Акты капитуляции подписывать Почему у тебя беспорядок в расположении, сержант? Вероват Ну-ка прибраться быстро Есть, за мной Красильников ко мне Я что-то не пойму, Красильников У тебя что, ломки по гражданке? Ломки у наркоманов, товарищ капитан А я нормальный Ты у нас прям как ходячая противоречия Котелок лучше всех вроде варит В смысле военных дисциплин А вот если кроме головы на прядь что-то другое нужно То тут у нас, парень, проблемы Ты же одним из лучших был Что случилось, объяснить можешь? Чего молчишь? То ему трассировка не нравится То он на мошброске последним придет То на турники облажается Ты что, симулируешь? Я же тебе вроде про трассировку рассказывал Про древних римлян Не убедил Не убедили, сейчас времена другие Кровать ровнять Давайте еще костры разжигать Чтобы огонь одинаково вверх шел у каждого костра Надо будет и такие костры разведем, понял? Бог с ней с трассировкой Физподготовка почему у тебя вниз пошла? Значит не тяну Так не бывает Значит бывает Ты мне этот депрессняк заканчивай, Красильников Ты же мужик Вот именно что мужик А мужики фигней не страдают Ладно Мне сейчас некогда После договорим Ты работай Есть Слышь, Крас, а что тебя полярник-то дергал? Тебе какое дело? Не понял А чего мы тут ерундой страдаем, ты понял? Блин, опять завелся Что по-человечески нельзя ответить? Да потому что кишка у него тонка Что, поплакался капитану в жилетку? Не плакался я Да ладно В конце казармы было слышно Как ты тонкой кишкой ему по ушам ездил Я вообще не понимаю Чего он с ним цацкается? Не нравится? Иди гуляй Да ладно тебе, шулик, а Всем тяжело Чего? Ты как с сержантом разговариваешь А ну-ка смирно Оба Понабрали уродов Не нравится? Забирай документы И вали отсюда Понял? Стоять, курсант Я тебя никуда не отпускал Да пошел ты Ах ты принесли Здравствуйте, молодой человек Здравствуйте А ты кто? Сантехник Вы соседи снизу затапливаете Разрешите? Заходи Красильников Во-первых, курсант Красильников По какому вопросу? Я по личному вопросу Что-то рановато у тебя Личные вопросы появились Ну давай выкладывай Я хочу забрать документы Чего? Я хочу забрать документы Что-то я никак понять не могу Сначала сантехник Теперь из милиции Можно ваши документы глянуть? Видите ли, Владимир Я как бы вам так сказать Вы в нерабочее время Так что давайте обойдемся без удостоверений Тем более, насколько мне известно Вы мне свой паспорт тоже предъявить не можете Так Я слушаю Итак На днях вы случайно познакомились с девушкой Затем случайно привели ее в эту квартиру Затем случайно забрали у нее паспорт А ваш паспорт случайно оказался у нее Ты забыла сказать, что она случайно разбила мне голову Да, но не она, а вы сами Сейчас Значит так Передай своей подружке Что я потребую компенсацию за разбитую голову Иначе ей своего паспорта не видать Но в таком случае вы не получите своего паспорта По-моему, справедливо Что ты заладил? Я все решил, я все решил Решатель Такие вопросы вдруг не решаются Я не вдруг Я подумал Что ты раньше-то не подумал, куда поступаешь? Я думал Значит так, Красильников Пойди-ка пока на улицу Нам с твоим взводным переговорить надо Только не уходи никуда далеко Что будем делать, Артур Вениаминович? Получилось мы с тобой и решим Знаю только одно Кадры нам терять нельзя Они у нас на вес золота Да это-то понятно Но тоже насилия-то, мил, не будешь Как ты сам говоришь Ну, война Знаешь что? Ты сюда войну-то не приплетай Совсем другое дело Парень буквально напичкан знаниями По воинским дисциплинам Я наводил справки Он на экзаменах всех педагогов За поезд заткнул Да мне он по поводу автомата Калашникова знаний подкинул Да он тоже тут мне на днях-то Ликбез устроил По поводу взятия Моссады По поводу израильской разведки, что ли? Да нет, крепость такая была А, ну да, ну да Ну это все Знания из области истории, теория А в СТРИ Физически должен быть в кондиции И морально готов Да с этим-то у парня все в порядке Кроме одного Знаешь что? Предлагаю его прогнать через нашу королеву Маргу Твою дивизию, конечно Маргу его быстро на ноги поставят Парень-то он вроде толковый А она у нас психолог от бога Ну что, я его повел? Давай-давай, Геннадж, удачи А я пойду Пощупаю армейцев за вымя Ведь наверняка кто-то накрутил Я-то свой паспорт поменять могу А она без паспорта в этом году не поступит Пока она поменяет, пока то да сё Хлоп! И пролетела Как фонера над Парижем А я этот год могу вернуть Причем недорого Да ты бизнесмен, Вов То есть просто поменять паспорт на паспорт Тебя не устраивает Понятно Ну что ж, мы подумаем над вашим предложением Ты хоть её паспорт не потерял? Всегда со мной Хорошо, отлично Ну всё, давай, до встречи До встречи, до встречи Что ты делаешь-то? Больно! Дергать ещё больней будет, понял? Понял? Так, теперь слушай, меня ловила с драной Считаю, что тебе просто повезло Так как если бы у меня было свободное время Я бы тебе срок впаяла Даже несмотря на твою пробитую башку Не дай бог тебе хоть что-то предпринять Я тебе обещаю В твоей квартире случайно найдут наркотики Если дёрнешься за мной, я тебе нос сломаю, понял? Всё, будь здоров Эй, Эй, а мой паспорт? Дура Раз, два, три Кофе хочешь? Что? Я говорю, кофе хочешь? Спасибо, я не хочу А если честно? Не хочу А зря Тебя как зовут? Дима Дмитрий, как Донской Знаешь такого полководца? Знаю А ещё я знаю, как вы психологи работаете И знаю, что вы мне сейчас говорить будете Серьёзно? И наверное, ты знаешь Что Эйнштейн не сразу хотел физиком стать Сопротивлялся Наверное, ты думаешь, что я тебе сейчас Буду втирать о том, что ты будущий Александр Македонский Да? Давай, давай, расскажи мне Что ты ещё знаешь? Я знаю, что я хочу забрать документы Ну, это я уже поняла Не ты первый, не ты последний Со многими приходится разговаривать Такова моя работа Да? Ну и как же результаты? Послушайте, Дмитрий У меня здесь не бывает пятиминутных разговоров Таковы правила Мы с вами должны провести здесь два часа После этого ты выйдешь И поступишь так, как считаешь нужно Договорились? Да делать, что хотите Нет Так дело не пойдёт Во-первых, перед тобой не просто психолог, а женщина Так что будь любезен Будь немножечко поприветливее Я думаю, что тебе самому было бы неприятно Если бы кто-то разговаривал так С твоей сестрой или с матерью Извините Ну вот и хорошо Давай знаешь, о чём с тобой договоримся? Я просто твой собеседник Я тебе не учитель, не мать Я даже не соседка И у меня нет никаких на тебя планов Мы просто едем с тобой Ну давай вот в одном автобусе Попутчики Через два часа нам выходить Потом ты выйдешь Пойдёшь направо Я пойду налево И вот чтобы эти два часа не молчать Я просто предлагаю поговорить Согласен? Ну давайте Ну замечательно Я ещё раз хочу сказать Что этот разговор тебя ни к чему не обязывает Ты, кстати, можешь представить Что меня даже здесь нет Вот просто Вот ты разговариваешь с чем-то голосом А меня здесь нет Ну это трудно представить У тебя очень красивая улыбка Ты всегда мечтал стать офицером А что вдруг такое случилось? Да долго объяснять А мы никуда не торопимся Так, Шулик Стоять Ко мне Товарищ капитан Отставить Что у тебя в озоне происходит? В смысле? Почему не можешь объяснить народу Все прелести воинской службы? Достичь которой её можно Пройдя только ряд невзгод Чё-то я не понимаю, товарищ капитан Красильникова почему профукал? Уже настучал Товарищ капитан Стоп Так это значит ты его в пропасть толкнул Да никого я не толкал Я с ним разговариваю Он разнылся как девчонка Понятно Значит ты посоветовал документы забрать Товарищ капитан Молчать А не тебя я год назад Когда ты здесь вдоль шишек бегал За ручку психологу водил То другое дело было Там другое дело Это у него другое дело Он после школы А ты мать твою После армии был Значит так шулик Если ты мне Скажите Скажите Ты знаешь мне даже немного удивительно Что удивительно? То что женщины тебе сейчас будут объяснять важные тактические вещи Какие вещи? Ты меня ради волка прости Я не очень сильно в рисовании Тебе придётся чуть-чуть подождать Ты пока садись Садись Скопки водолазные Привет, Ольга Анжела, привет Сядь, секунду подожди Водолазные работы Охрана места осмотра И другие функции А, чёрт, я катастрофически ничего не успеваю Ничего, прорвемся Ну что, поехали? Куда? Искать Владимира А смысл? Не поняла Не вижу никакого смысла его искать Оль, если у тебя нет времени Ты лучше сразу мне скажи Я тогда сама Держи Сама Как это? Тебе как это удалось? Если честно, сама в шоке Так, я предупреждала, что я не сильна в рисовании Ну, ты же можешь представить, что это танк Могу Так, ну-ка не смейся над моими рисунками Что такое? Это танк Сколько танков? Один Так А вот этот вид сверху Сколько танков? Три Ну, что скажешь? Не знаю Слушай, а мне говорили, что ты в военных дисциплинах чуть ли не бог Ну, хорошо Ну, хорошо Задание Ты разведчик И тебе дали задание сосчитать вражеские танки Да? Но ты не можешь их увидеть сверху Ты можешь увидеть их только сбоку И вот представь, что танки стоят не в одну линию Ты сможешь их сосчитать? Ну, да, смог бы Хм А если бы танки стояли в одну линию, ты смог бы их сосчитать? Не смог бы И задание бы не выполнили Да это же танки А я вам про кровати говорю А разницы-то нет Слушай, Серый, что-то мы как-то уже совсем открыто работаем Нормально Война два раза подряд не сунется Ему же не хочется на березовый сок при всех нарваться А Прохора звать будем? Прохора? Да ну его, какой-то он правильный Не хочет, не надо Кстати, с тебя закусь А где ее взять? Ну, прояви фантазию Я же где-то пузырь достал Понятно Нарисую Печка, елы-палы, тебе что здесь надо? А меня это Шелик за нитками послал У него пуговица оторвалась А бытовка закрыта Ну, а ключ потерялся Ну, и самое главное, то, что он... Слушай, ты не грузи нас лишней информации, а? Пойдем, брат Пойдем Так, а где нитки? А, я же их гончару отдал Нифига себе Товарищ сержант, разрешите обратиться? Обращайся, Печка А у нас, кажется, это, ну... Залет готовится В смысле? Ну, ваши друзья водку пить собираются А ты откуда знаешь? Ну, у гончара в тумбочке видел А Брагин, ну, еду складывал в пакет Ну, закусь Так ты что, следил за ними? Никак нет, ну, че случайно видел? Какая-то череда случайностей Ладно, я понял тебя Так что делать-то будем? Ты ничего Живет так, как будто ничего не знаешь Ну, вообще-то ты на них настучал, Печка Ну, с другой стороны, правильно сделано Ладно, иди Я, наверное, пойду За документами? Нет Я просто пойду Спасибо вам Да не за что Ты знаешь, я очень рада, что я хоть что-то смогла тебе объяснить Но главное, это в тебе, а не во мне Это твое решение Скажите, а вы в боевых действиях участие принимали? Да, конечно Да? А где? В Вьетнаме в 61-м году Правда? Вам же тогда Да нет Не может быть Да ну нафиг Дима Чувство юмора Это неотъемлемая часть характера российского офицера Разрешите идти? Пинди Эх, Серега Жизнь прекрасна Ну да А удивительная она будет тогда, когда я увижу закуси Обижаешь? Оп Это будет лучший натюрморт за последний месяц Да Слышь, Прохоров Не хочешь присоединиться к службам? Не-не-не Я подключение на задницу не ищу Не романтик ты, Прохоров Я реалист К тому же я за безопасный мужик Ну так он у нас и намечается Мы же в прошлый раз войну березовым соком нейтрализовали Да вы это вы здесь нейтрализовали Ну что, прадмитрий, как настроение? Нормально, товарищ капитан Ну вот видишь Как говорил один мой знакомый ювелир Только не надо делать резких движений Ты пойми, Красильников Не только профессия делает человека Но и человек в профессии И дело тут не в трассировке Я понял Спасибо вам Товарищ капитан Да мне это вроде не за что Давай беги Ну и чем мы здесь занимаемся? Товарищ майор, перекусить решили перед сном На ужин опоздали? Хватит Я ваши методы знаю Тумбочку к осмотру Бегом Ну я так и знал Не понял Что, опять сок? Мы же говорили, товарищ майор Перекусить хотели Ну я вам Ну не Понимаешь Отбой через 15 минут Дежурный Блин, а где водка? Испарилась Ну что смотрите Наливай Разрешите? Да, давай идите Здравствуйте Здравствуйте Это вам Дима, ну Это совершенно лишнее Не знаю, как у вас в Вьетнаме Но нас в Кембридже Так учили А ты что В Кембридже учился? Чувство юмора Неотъемлемая часть характера Российского офицера Один, один Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому